Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я в последнее время у себя на работе привык читать лекции даже одному человеку, представьте себя. Правда, это иностранка из Сирии, там есть свои сложности, как вы понимаете. Мне одной читать гораздо тяжелее, чем 35 человек сидят, наших российских граждан, я вас уверяю. Но это я так посетовал. Кстати, вот проблема, которую мы с вами сегодня должны поднять, это тоже имеет отношение. Значит, моя задача сегодня рассказать вам о роли Иосифа Сырёныча Сталина, которого не надо представлять данной публике, хотя некоторой публике уже приходится представлять, вот для чего мы дожили. Да, интересно, да. Такого вот забвения, да. Да, вот такие фигуры тоже, а кто такой? Вопрос идет. Меня приводит в изумление. Так вот, роль Иосифа Сырёныча Сталина в решении теоретическом, а потом и практическом, да, решении национального вопроса. Мы должны вслед за Иосифом Серёжиевичем выяснить основные понятия, которые связаны с этим вопросом, национальный вопрос. Вопрос национальный – это прилагательный. От какого существительного? До сих пор даже на высочайшем уровне, я вам скажу, политическом, нет ясности у наших деятелей высшего уровня на международной арене. Нет ясности, чем различается нация и национальность. И тогда они делают проблему, национальная проблема, национальный вопрос и от существительного нация, и от существительной национальности. Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Одессу сейчас, кстати, можно упомянуть, да, потому что вот то, что у нас сейчас продолжается уже третий год, вы знаете, это специальная военная операция, которую теперь уже разрешено называть войной. Хотя, конечно, по сути, тут, конечно, масштабы, я сейчас не буду в это вдаваться, это тоже, так сказать, отдельная проблема. Чем операция отличается от войны? Временем, масштабами, конечно, да, она уже очень скоро переросла. А рамки военной операции превратилась. А вот между кем и кем идет война-то, да, так сказать, между различными национальностями? Между различными нациями? Вот, до сих пор у нас нет решения этой проблемы, потому что путаются, я говорю, да, на самом верху, я говорю, слушайте, лизер, батюшки, ну, господа хорошие, ну, вы сначала разберитесь сами-то, а потом уже народу рассказываете об этом, да, а то же сами не разобрались. Но обиднее-то всего, что проблема-то уже давно решена. И решена она Иосифом Иосифовичем Сталином. Действительно, ему принадлежит заслуга вот размежевания этих двух различных понятий. И, соответственно, определение, в чем суть национального вопроса, да, в отношениях различных национальностей, а не наций. Вот, хотя проблема столкновения наций тоже весьма актуальна. Но это другая проблема, да. Ну, давайте, так сказать, не буду я сам себя перебивать, вот, надо начинать, так сказать, историческое и логическое должно соответствовать друг другу. Вот история решения проблемы. Когда вообще Иосиф Виссарионович еще не Сталин, а Джугашвили, ставьте себе, он уже в эту проблему, в решении этой проблемы, в национальный вопрос, что называется, вписался. Первая работа его опубликована, правда, на грузинском языке, да, в 1904 году, 24 года ему было, Джугашвили Иосифовичу в этот момент. Вот, еще за ним не закрепилась эта партийная кличка Сталин, да, в этот момент. Но вот он решал проблему по-сталински уже достаточно определенно. Вы знаете, вот много мифов у нас обо всех вождях, конечно, но и о стороне не меньше. По поводу того, что, да, образование-то у него было какое-то там духовное семинарие незаконченное. Ну, как он мог там вообще руководить такой страной, все время ошибки вроде делал, особенно пеняя этому начало Великой Отечественной войны. Вы знаете, не очень, так сказать, хорошо сложилось это, конечно, начало для нас, да. Вот, и вот, думаю, ну что там, конечно, нельзя абсолютизировать роль личности. Это субъективный идеализм, когда вот, а мы в этом субъективном идеализме как раз шарахались все время. И до сих пор шарахаемся. То возвеличиваем какую-то личность, то и потом ее принижаем и просто растаптываем. Вот с его смыслом, с Иосифовичем, так и произошло. Ну, понимаете, я такой старый, что хорошо помню похороны Сталина, да. Вот. Мне было аж 8 лет уже тогда, знаете. И вот что вокруг этого, вот в моем детском сознании яркие моменты. Мы идем с бабушкой по Невскому проспекту. Это необходимо по поводу национального вопроса сначала представить, да. Вот это личность и роли. Идем. И в этот момент, по Невскому проспекту трамваи ходят. Тогда ходили трамваи, да. И в этот момент репродукторы, которые висели на Невскому еще с времен войны, вдруг, значит, извещают, что сейчас состоится вот такое захоронение своеобразное. Иосифа Виссарионовича в мавзолей. Я его, кстати, видел там в мавзолее. Вживую я не видел, а вот рядом с Лениным я его видел. Меня дядюшка туда свозил потом. Вот. И вот когда там раздалилась сначала музыка, потом момент погребения, метроном, как в блокаду, вы знаете, какая реакция была? Вот всех, кто тогда был на Невском, все незнакомые люди бросили друг другу в объятия, что называется, и к нам с бабушкой кто-то из незнакомых, и плакали на плечах друг к другу. Вот это национальное самосознание. Но вот национальное самосознание – это сознание национальности? Нет, нации. И нации тогда уже была, в общем, сформирована в этот момент нация, советский народ, вот как она называлась, советский народ. Сейчас этой нации уже нет, разрушенной. Вместе с Советским Союзом. Вот. Так вот. Такие моменты. Ну и потом, да, я не буду описывать, как наша учительница, вот, сказала нам, дети, вы, конечно, знаете, вот, вчера умер. И дальше она говорить не могла. Ее рыдания, вот, задушили, она упала на свой учительский стол, там, и долгое время не могла прийти в себя, чтобы начать урок с нами. Вот. Ну и, конечно, тоже, я вот там вырос, что называется, под плакатом «Сталин над картой Советского Союза» и делает понятки, где, значит, надо что создать новое из строек социализма, да, развитие нашей индустрии. Особенно, как вы понимаете, очень актуально после войны было. Ну, тогда это все было связано с явной абсолютизацией роли личности Сталина. Явной абсолютизацией. Я потом это все превзошел. И в себе, и для себя, и для других. Так же, как я превзошел, скажем, то, что я был, рос и воспитывался в очень религиозной православной семье, вот, а в 10-11 лет я как-то стал сомневаться очень, и задавал бабушке нехорошие вопросы. Ну, вот абсолютизация каких-то моментов, символов веры в практике в конце концов негативно сказывается. В конце концов. Ну, это так. А вот тут национальный вопрос связан? Связан тоже. Вера, доверие, потому что она, вера и доверие, заменяет место знанию, если его не хватает. А в большинстве случаев большинство народа, даже по национальному вопросу, знаниями не обладает достаточными. Даже в определении. Что я говорю, если у нас верхушка общества, причем, я так скажу, не только нашего, а во всем мире они эти вопросы еще как-то, то ли не разбирает, то ли это хитрость такая, понимаете, что называется придуриваются. Для того, чтобы народу представить какую-то такую совершенно неясную картину, а потом, ну, это известное положение, как в знаменитой сказке на фильме «Золотой ключик», там, «Лиса Алиса» и «Кост Басилиев» поют, «Но дурака не нужен нож, и мустрый короба наврешь, и делай с ним, что хочешь». Дурят население все правительства всех стран. Это их главная задача. И по национальному вопросу особенно важно задурить население. Особенно. И получается, посмотрите, что происходит сейчас. Это кошмар. Вы понимаете, вот когда началось это, больше уже двух лет тому назад, началось, чего, знаете, началось. Киев бомбили. Мы бомбили Киев. А я сразу вспоминал песню, которую в детстве пел. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Кто бомбил Киев? Фашисты бомбили. А тут мы бомбим, так сказать, кого? Фашистов? А вопрос, требующий разъяснений. Вот это все с национально. Так вот, я начал исторический момент и сам себя оборвал. Так вот, 24-летний Иосиф Иссарионович Джугашвили, он в своей работе, как понимает социал-демократия, вы знаете, тогда партия большевистская начиналась, сал-демократы, ну, значит, большевики, да, РСД, РП, да, и большевики. Вот. Значит, национальный вопрос. Вот. На грузинском языке. Ну, конечно, эта работа потом была на русский переведена, я ее читал, вот, и вот смотрите, что пишет молодой, 24-летний, но уже зрелый марксист, грамотный человек, который в теории развивался и в практике, а в теории иногда разобраться легче, чем в практике, понимаете? Потому что, когда вот сталкиваясь с какой-то практикой, вот так, а-а-а, вот что это такое у нас такое происходит-то, черт возьми, как-то мы с Украиной-то столкнулись, я служил с украинцами в одном дивизионе, что у нас, столкновения были? Да никаких. Не больше, чем между русскими, там, по каким-то вопросам. Вообще не было национальной проблемы. В чем дело? На чем это замешано? Действительно бы покрови какие-то разные, это все перемешалось давно, ничего, так сказать, чистого-то нет. Нет, и у украинцев-то, да, ну, смотрите, у них кто президент-то по национальности. Как так, да? Вот. Великодержавный украинский национализм, и вдруг евреи во главе. Что такое? Понимаете? Ну, вот, все смешалось в доме Облонских, как писал Лев Николаевич Толстой в своем великом произведении. Да? Вот. А тут у нас тоже все смешалось, и никто ничего не может понять. Ну, вот опять вернусь я вот так. Вот эти проблемы, вот сейчас проблемы. А вот тогда? Вы думаете, меньше было тогда проблем? Вот в этом самом году, когда вышла эта первая работа, первое сентября 1904 года, вот это. Как понимает социал-демократия национальный вопрос? И вот что пишет Джугашвили. Национальный вопрос в различные времена служит различным интересам, принимает различные оттенки в зависимости от того, какой класс и когда выдвигает его. То есть он пропускает национальный вопрос через классовый подход. Главное в марксизме. Люди разделяются по разным основаниям. По возрасту, по полу, по национальности, по нациям, по образованию, по каким-то эстетическим предпочтениям. Да и вообще столько можно найти оснований. Но что главное в классовом обществе, это главное разделение на классы. Главное, и надо увидеть, это не обязательно человек, вот как он национальности родился, куда его потом причислить? Другой национальности? Ну, в принципе, у нас теперь и полно же можно изменить. Ничего, что на национальность, да? В паспорте. Конечно, можно, но если кровно-родственное основание на национальности, то тут, наверное, нельзя, да? Ну, а вот классовый-то, вот почему это вот в разные времена, классы по-разному трактуют национальный вопрос? Как? Почему они трактуют? А вот как кому, когда выгодно становится? И вот дальше Иосиф Виссарионович пишет, что ясно, что разрушение национальных перегородок и тесное сплочение русских, грузинских, армянских, польских, еврейских и прочих пролетариев является необходимым условием победы российского пролетариата. То есть, если нас разделят по национальному вопросу, кому выгодно сейчас, дальше Сталин говорит, разделить нас по классам, да? И кому выгодно по национальностям? Забегая несколько вперед по поводу решения проблемы. А чем различаются национальности? Да? Кому выгодно, да? Выгодно по национальностям, конечно, вот тогдашние современные буржели. И сегодняшний выгодно по национальностям. И прекрасно получается, понимаете? Да это вообще, так сказать... У меня множество друзей, украинцев, да, они у нас тут работают, да, и ничего. Мы что их там, бить палками, что ли, будем? За то, что они занимают высокие должности некоторые. Даже в правительстве России. Ну, чего мы тут. Ну и, соответственно, укреплять это единство национальности. Так вот, значит, единство, ломка национальных перегородов между национальностями, а не между нациями, да? И тут Сталин еще не говорит о различии, но вот совершенно ясно из контекста, что он имеет в виду под прилагателями национальные, да? Это между национальностями. Окончательно, вот, значит, необходимо противостоять этому постоянному желанию и желанию, которое они, конечно, осуществляют буржуазии разбить нас, вот, вот эту национальную проблему, национальный вопрос, разбить нас по национальностям. Вот. И дальше, вот еще интересный момент, вот, он уже, в этой же самой еще работе ранней, да, он уже видит диалектическую связь между, значит, вот, национальностями, он уже называет здесь, в этой работе, отдельно, национальности и нации отдельно, еще не определяет, что это такое. Но он это все уже понял, судя из контекста, но еще не разъяснил, еще вот не дошло дела, да? Вот. И он пишет следующее, что надо учитывать те обстоятельства, которые могут породить и развить национально-освободительное движение среди буржуазии, чужих, в кавычках он ставит, национальностей. Эти обстоятельства пока не существуют, и они не так-то уж неизбежны в будущем, неизбежны. Но они могут возникнуть в силу ряду объективных обстоятельств. И заметьте, ведь, вот пророческие, это звучит, да, смотрите, возникли эти между буржуазией различных национальностей, да, вот, которые не только порождают раскол в рабочем движении, в пролетарском движении, но порождают раскол вот это национально-освободительное движение. Дальше Сталин уже, я потом скажу, пишет, вот что это национально-освободительное движение. Оно часто замешано, конечно, на патриотизме, и вот этот патриотизм бывает, ура, патриотизм такой, который очень вредит классовому единству, конечно, разобщает людей по национальностям, и в связи с этим и классовое единство начинает затушевываться, и вообще пропадает даже, не только затушевывается. Вот. Так вот, здесь, значит, Сталин предрекает, что возможно, вот это национально-освободительное движение, когда может происходить борьба между буржуазией по классу и те, и те буржуазия, но вот они разные национальности, а почему? А у них, оказывается, вот тут дальше я уже, так сказать, за Сталина скажу, потому что от Сталина 24-х лет нельзя было сказать, чтобы он тут все точки на «ты» поставил, да, но он вопрос-то ставит правильно, что почему возникает такое столкновение? Потому что буржуазия, буржуазия, конечно, строит, но вот когда начинается, это уже Ленин пишет в работе, замечательной работе, уже более поздней по отношению к сроку, начало вот это совпало Первой мировой войны, когда Ленин пишет империализм как высшая стадия капитализма, он там прямо указывает, столкновение происходит между буржуазными государствами, борьба за передел мира, это столкновение не между различными национальностями, да, и даже не совсем между различными нациями, ими, почему? Потому что Первая мировая война показала, что вот буржуазия вот в различные блоки объединяется, вы знаете, Первая мировая война, да, и там буржуазия, и здесь буржуазия, воюют друг по другу, за передел мира, мир-то уже разделен, Ленин пишет, а в 2014 году эта работа выходит, да, а вот надо его теперь переделывать, вот за этот самый кусок, хоть по классовой сущности одинаково, понимаете, национально-освободительное движение, когда одна буржуазия чужой национальности, да, захватывает территорию другой буржуазии, отнимает у них средства, так сказать, не только обогащения, но иногда и существования, да, ну естественно, тут, и тут вот происходит национально-освободительное движение, которое временно объединяет нацию, не национальность, а нацию, представителей различных национальностей в нации, да, и объединяет различные классы, временное единство, вот мы ставили, тут у нас был пленум нашего ЦК, да, РКРП, такой очень острый, как раз вот по этой проблематике специальной военной операции, да, у нас молодые наши комсомольцы, там молодые ребята все-таки очень вроде начитанные, образованные, но вот они, значит, ярко выступали против специальной военной операции, значит, и никакой поддержки, все, ну вот я обратился к ним и говорю, а вы скажите, вот, а что произойдет, если вот так сказать, вот, ну что мы откажемся воевать, все вместе не получится, ну а вот мы будем противодействовать этому процессу, как-то там мешать или что-то у нас не получится, мы не победим, ну вот предположим, мы разбиты, ну вот предположим, как говорится, идем от противно, мы разбиты, что это означает, Россия будет немедленно разделена на части, обязательно, это у них в планах давно еще было, еще до крушения Советского Союза, окончательное, а? До Советского Союза собирались, да, и до Советского, конечно, Россию хотели разбить, а вот задачи-то были, ставить еще даже до Первой мировой войны, да, ставились, то есть это вот, да, надо разбить, очень лакомый кусочек, вы знаете, вот, они там не справляются с этим кусочком, как собаки на сене, сам ням и другому не дам, вроде как, вот, не могут, ну а мы им поможем, в кавычках, да, ну вот разделим и будем и колонии, там вот, целый ряд колоний, это нам нужно, и кому это принесет благо, рабочему классу, ни в коем случае, мы будем, они будут, уже станут все рабочие, станут рабочими, там, какой-то колониальной, такой маленькой страны, да, соответствующие условиями, там, будут делать то же самое, но за меньшую зарплату, да, это всегда признак такой, да, дальше, а может быть, это буржуа выгодна нашей национальной, нет, они потеряют, они много, вот они сейчас уже начали терять, вы знаете, вот, очень многое, да, потеряли, правда, не все, но, миллиардеров у нас еще больше, чем достаточно, как говорится, но вот они теряют, то есть, в случае нашего проигрыша, развал России не выгоден никому России, и поэтому, конечно, вот тут нас национально-такое патриотическое движение объединяет это всегда, это когда африканские страны освобождались там, они же все были поделены между государствами в Европе, как вы знаете, там французские колонии в основном там на севере Африки существовали, вот, до сих пор или там на французском говорят там, в Центральной Африканской Республике, скажем, ну вот, так вот, много было, ну а начиналось там, знаете, английские колонии и так далее, так вот, национально-освободительное движение, национально-патриотическое движение, конечно, всегда временно объединяет различные противоположные классы, но потом победили, да, все, это точно так же, знаете, как вот, ну скажем, война с французами, да, 1812 года, вот, тут в строй становились вместе представители разных классов, крепостные крестьяне временно вместе, а потом пользуются, то есть, вот, когда нет классового единства, за счет национально-освободительного решения, в такие острые периоды происходит сплочение, оно необходимо, совершенно необходимо, и даже неизбежно, то есть, другого варианта нет, для того, чтобы победить, но это не значит, что все, тут и классовые противоречия разрешены, ни в коем случае, а потом опять начинается, вот, это, внутренний раздел между различными национальностями, да, так вот, так вот, все-таки главная эта работа Сталина, это работа, которая уже вышла, кстати, по заданию Владимира Ильича Алейна, когда Ленин познакомился с работами Сталина, вот, в том числе, ту, которую я цитировал, но не только, он очень как-то заинтересовался грузин, вот, как, так сказать, у нас в Грузии, как мы должны, там это остро стоял, проблема национального вопроса, да, грузинский буржуазий говорил, что это вы там, ребята эти, социал-демократы, вы что-то, вы выступаете против своей Родины, против Грузии, да, с кем вы хотите, там, с каким-то русским даже предприятием, нам не нужно, нам нужна автономия, вот, национальная автономия, суверенное государство, вы чувствуете, насколько это все сейчас, да, актуально, нужно, а Сталин, еще, Дзубашвили, а потом Сталин прекрасно понимал, что это вот, борьба за национальную автономию, это разгром пролетарского движения, понимаете, да, так вот, и так, Ленин после уже революции, такой неудачной очень революции 1905-1907 года, да, он предложил Сталину написать программную статью по национальному вопросу, потому что очень остро стоял этот национальный вопрос, вот, и надо это решить как-то по-новому, писал, записка сохранилась Сталина, Ленина Сталину уже, да, кстати, да, вот, и вот член уже ЦК РСДРП Б Иосиф с решением Сталин направляется в Вену, где изучая специально, видите, не с кондачка подходит, так, а вот сейчас из головы что-нибудь там возьму, да напишу, что знаю, обобщу, нет, хотя он уже был достаточно грамотным марксистом, нет, он отправляется в Вену, где в Венской библиотеке изучает массу публикаций, монографий, статей, как раз по национальному вопросу, с разных сторон очень разные решения, и результат этой большой работы появилась тоже немаленькая работа и главная работа Сталина по национальному вопросу под названием «Марксизм и национальный вопрос». Эта работа уже вышла в 1913 году, да, опубликовал журнал «Просвещение», наш российский журнал, тогда еще, понимаете, даже в 1913 году вроде так не очень было время спокойное, да, и лояльное ко всякого рода членам РСДРП, да, но тем не менее можно было опубликовать такую статью, где по существу Сталин дает концепцию такую, ну, оппозиционную по отношению к идеологии буржавии того периода времени не российской, да и мировой. Что пишет Сталин уже в начале этой работы? Вот послушайте, цитирую. «Период контрреволюции в России, это период после разброма, так сказать, революции 1905-1907 года, да, принес не только гром и молнию, но и разочарование в движении, неверие в общие силы. Верили в светлое будущее, в кавычках, чувствуете, как это вот светлое будущее у нас там ерничает на идее вообще коммунизма, вот веры в светлое будущее, еще и в период моей молодости, да, все это так довольно иронично. И люди боролись вместе, независимо от национальности, общие вопросы прежде всего. А тут закралось душу сомнение, и люди начали расходиться по национальным квартирам, пусть каждый рассчитывает на самого себя. Нам не удалось вообще совместно решить проблему в революции 1905-1907 года, ну, наверное, легче будет решить вот там по национальным квартирам, по ряду этих несуверенных, конечно, да, таких маленьких негосударственных, но все-таки объединений, единств, которые, в общем, даже и нацию не представляли, да, но ясно, что какая-то национальность титульная была в основе единства вот этих таких стран, да, которые с нами тут вот потом шли рука обраков в течение многих десятилетий, начиная с Грузии. Вот все наши союзные республики, вот все эти страны, конечно. Дальше Сталин пишет, что надо забраться вообще вот тут, да, в терминах. Что такое нация? Что такое национальность? До сих пор великая путаница, пишет Сталин, ну, и это очень актуально, я с этого начинал, да, и дальше вот конкретно. Нация общность не расовая, цитирую Сталина, и не племенная, то есть не кровно-этническая, не в крови. Нынешняя итальянская нация образовалась из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и так далее. Французская нация сложилась из галов, римлян, бритов, германцев и так далее. То есть из различных национальностей или из различных кровных таких единства, по крови, братьев по крови, что называется. Так что же тогда нация? И вот дальше идет классическое определение нации, которое дает Сталин в этой работе. Марксизм, национальный вопрос. Нация есть историческая, сложившаяся, устойчивая общность людей возникшая на базе высшей степени единства экономической жизни. Главное. Дальше. Общности языка, территории, психического склада, проявляющиеся в общности культуры. Только наличие всех этих признаков вместе взятых дает нам нацию. Главное, что нация это не кровно-родственное единство. И дальше подчеркнув, подчеркнуть вот это различие между нацией и национальностей, он, Сталин пишет следующее, что представители одной и той же национальности могут жить на очень удаленных территориях друг от друга, говорить на разных языках, занимать, быть представителем различных и даже противоположных классов национальностей. Одна и та же национальность. Вот. Поэтому нет никакого основания для того, чтобы как-то хоть отождествлять нацию и национальность. национальность кровно-родственное единство, но социальное единство оно не гарантирует. А вот нация это социальное единство, но нация расколота дальше, Сталин пишет, на что же она расколота? Она расколота на классы. Тут внутреннее противоречие нации и единства экономической жизни, языка, территории, да, психологического даже склада общности культуры на классовые интересы не только разные, но и противоположные. Внутри представители одной и той же нации эксплуатируют представителей другой части, так скажем, не половина там не получается примерно никакого так сказать ровного деления. другой части нации без зазрения совести. Все нормально, все в порядке. Поэтому и дальше Сталин пишет, что всегда хитрая уловка буржуазии расколоть людей по национальности внутри нации и на этом расколе так сказать греть руки. по национальности противопоздают главное это что? На Украине насколько ярко все проявилось. вот 14-й год 2014 имеется ввиду я только что говорил о 1914 1914 но тут 2014 начало вот этих процессов раскол это Киеве Майдан знаменитый чем он был вызван? Каковы были проблемы? Вы знаете ведь вначале ну вот я говорю люди более старшего поколения хорошо помнят 14 если я Сталина помню то 14 это прекрасно конечно все помню все эти моменты лучше чем вчерашний день я помню 14-й год да вот с чего начиналось ну люди вышли на площадь на Майдан с требованием каких? отставка Януковича почему? чем он не смотрел? по телевидению нам им конечно тоже показывали демократически настроенные журналисты тележурналисты золотые унитазы у Януковича народ живет себе так себе так себе а вот они там да вот они они отделились от народа да и вот такая нация пардон такая ненависть классовая да возникала вот они там вот все эти буржуины хотя они вроде как себя так еще не позиционировали откровенно но уже позиционировали тоже конечно вот они отделились и народ вот классовая противоречия вот что вывело людей на площадь а им это же испугало буржуазии понимаете это основание такое противоречие основание революции социалистической кто же это может вообще потерпеть надо немедленно внесли раскол и вот уже тут же на площади возникает так сказать вбрасывают эти идеи в виде лозунгов в виде там каких-то несколько слов достаточно никакой глубокой теории не нужно а вот виноваты все мускалии вот они ведь они и они этого Юнуковича ведь они же его поддерживали действительно поддерживали мы Юнуковича потому что Юнукович не хотел чтобы Украина шла туда на запад и в Евросоюз и потом в НАТО да ну уж понимаете а мы то что хотели чтобы Украина вдруг стала она же уже суверенной была и вдруг она член НАТО вы же понимаете это одна из причин того что необходимо было начать вот эту специальную военную операцию плавно перешедшую войну конечно мы тоже так вот надо было как-то это представить несколько иначе вот москали они Юнукович поддержит это все вот они если мы к Европе прям к нему вот тогда там вбрасывали в толпу буквально эти лозунги начали кричать вы знаете там работали спецслужбы хорошо когда там можно было конечно это все подавить вы знаете вот на площади Тяньаньмэнь в Китае молодежь там студенчества 89 да 89 изрядно давно значит вышли да подавили их беспощадно ничего нормально можно было задавить можно было почему это не было сделано а потому что это не было на руку правящему классу урожазии конечно а зачем вот вы понимаете это вот надо наоборот надо свергнуть существующий режим окончательно чтобы утвердиться вот в этом прозападном режиме конечно это и надо было правящему классу они там на запад давно глядели но мы те наши не глядели эти наши наши олигархи еще как глядели вот они там часть сбежала туда там фамилии не буду называть да с капиталом сбежала это удачно то есть это конечно они там с западом связаны и не просто так вот значит вот это удалось расколоть и потом там на площади на той же самой мы видим совершенно дикую толпу украинцев которые на одной ноге скачут и кричат кто не скачет тот москаль это вообще было бы смешно когда бы не было так грустно понимаете ну что это такое как можно одурать уже нацию не национальность нацию чтобы вот внедрить вот это и вот так противопоставить да и вот это все москали виноваты да русские русские да вот они хотя там у них полно русских и руководств русских и сейчас русские возглавляют их армию вы знаете наверное да вот там удивительные вещи происходят да часть наших подразделений воинские крупные возглавляет украинцы наших российских а там часть возглавляет русские да что такое что это такое как это назвать вот вопрос опять с национальным вопросом связан что это такое национальное освободительное движение что ли с их стороны что ли не похоже да национальное освободительное движение да а что это хотя они так подают они так подают это а что это такое вот кто с кем сталкивается вот когда идет люди одной национальности против друг друга идут что это называется какая война гражданская война совершенно гражданская война что сейчас происходит у нас с Украиной гражданская война но мы уже не были гражданской войны внутри рамок одной нации а следует на одной экономической общности одного государства но мы уже не были одним государством а понимаете вот видите как сложно определиться что это такое хотя назвать это вроде так ну а чего там какая нам разница как называется извините а тогда с кем за что и против чего мы воюем если мы даже не не можем сказать а против чего и с кем и что и за что нет обязательно надо определение отдать вот эта теория и практика они должны быть вместе иначе нету идеологии понимаете идеологизация кстати у нас проводилась долгое время уже так сказать демократической России идеологизация у нас даже 13 статья Конституции до сих пор она работает там да написано что в России признана многообразие идеологии никакая идеология не может быть определяющей и ведущей и тут один у Соловьева там знаете разные выступают товарищи в основном мои коллеги с высшей школы деканы факультетов и прочее и значит один там из МГУ значит спросил говорит господа товарищи вы мне объясните я вот так хотя он сам социолог доктор философских наук и прочее объясните что мы сейчас строим в нашей стране что мы строим но раньше коммунизм строили вроде социум строили ну вот а сейчас мы что строим у нас идеология нет никакой господа А товарищи не могли ответить, что мы строили. Капитализм, строили вроде капитализм. Но сейчас вот в ситуации этой войны, когда мы вроде, так сказать, капитализм, это с запада все шло, и мы тут по западным лекалам все и перестраивали, да, и кровили. И теперь мы признали, что это негодный путь, и что надо от него откроить, это губительный путь, да. Ну так давайте определимся. Видите? А нету идеологии, нету. А в Конституции 13-я статья говорит, нет, она нам и не нужна, никакой определяющей идеологии. Так, каждый свою идеологию. Да, давайте вот религия у нас, религиозная идеология, может она заменить? Не может. Не может она стать ведущей идеологии, религиозной. Хотя очень даже способствует на определенном этапе. Религия играет большую роль, когда ничего нет. Как говорят, со свято места пусто не бывает. Когда нет концепции, теории конкретной, а человеку-то хочется чему-то примкнуть, хотя бы чувством, если не мыслив. Да? Ну тут главное, конечно, да. И на кого уповать? Если не на кого? На Бога только. Поэтому тут можно понять. Я вот так с удивлением смотрю, как это все проникает. Но это уже к национальному вопросу вроде не имеет отношения. Имеет. Потому что вы понимаете, когда мы говорим о титульной национальности, которая в центре нации находится, все равно вот эта национальность, нельзя ее, так сказать, сбрасываться с счетов, что это хоть не главное. Вот какой язык, да? Вот вы знаете, в Советском Союзе вот эта новая общность, социальный советский народ весь говорил на русском языке. Я объехал в свое время все наши союзные республики туристов. Все меня понимали, а сейчас уже вряд ли поймут, если на русском говорить, да. Абсолютное большинство тех наших бывших союзных республик, включая Прибалтику, которые откололись, стали жить хуже, а не лучше. И даже те, которые, вот Болгария, например, у меня вот мой хороший товарищ, в Болгарии несколько лет прожил там. Сейчас сбежал, буквально, из Болгарии. В хорошем месте жил, в Несебре, на Слынчьем Убряге. Курортное место прямо. Вот. Сбежал оттуда, невозможно, говорит, столожить просто. И не на что там. Вот. Усугубляется и опять национальный вопрос. Потому что Европа начинает вот в эти малые страны, такие, Болгария уже член НАТО. Понимаете, что происходит-то? Мы вообще считали ее своей республикой, вообще, Болгария. И была такая поговорка, курица не птица, Болгария не загородится. А тут она член НАТО. Вот. Чудовищные вещи происходят. За счет чего? Национально особенная, но классовые интересы проводятся. Буржуазия. Консолидация буржуазии. О чем Ленин писал еще раз, напоминая империализм, как высшая стадия капитализма. Вот начинают эти буржуазии по странам блоки создавать соответствующие. Потом блоки сталкиваются. Передел мира. Удивительно. Потом расходится перетасовка. Вот я с удивлением, когда я был в Хиросиме, был я в Японии, в Хиросиме, и вот там музей в центре, в эпицентре. Там, значит, страшные совершенно вещи показывают. Хроника там, результаты этой. В Буржуазии одна только бомба. Десятки тысяч сразу погибли. И потом еще сотни тысяч умерли. Умирали, умирали, умирали. Дочь в Польше болеет. И он показывает там вот это все, там бомбежка, результаты, все. Вот. А это экскурсовод. Она на английском языке говорит. Я английский очень, ну, можно сказать, не знаю. У меня жена знает английский язык. Хорошо. Я говорю, слушай, она, по-моему, ничего не сказала. А кто же бросил бомбу-то? На Хиросиму. Там все говорит, говорит подробности. Все. Кто бросил бомбу? Она говорит, нет, она не сказала. Я говорю, так ты спроси. Ну, жена знает вопрос. Ну, это, значит, забегали глаза у этого курсовода. Забегали глаза, не знал, куда деться. Против очевидно. Но она так почти прошептала. Ну, да. Юйца, да, американцы. А большинство жителей нынешней молодежи в той же Хиросиме и вообще в Японии не знают. А теперь Япония, вот, лучшие друзья Соединенные Мештаты. Да? Опять против кого будем дружить? Против России. Как замечательно. Как мы их консолидировали, а? Как мы их сплотили, да? Если они сплотились против нас. Почему? Потому что вот от лакома кусочек дождь не разбили. Ясное дело. Что тут? Какие-то национальные особенности. Ну, вообще, японцы с Соединенными Штатами. Что у них тут кровно-родственного-то? Ничего. А вот классовый-то есть. Вот они на классовой основе объединяются. А нам предлагают на национальный. Понимаете? Вот в чем дело. И это, в общем, конечно, Иосиф Иосиф Ильич Сталин уже говорил. Вот он критиковал как раз по этому вопросу Некого деятеля того времени Отто Бауэра. Один из, кстати, теоретиков социал-демократического движения. И он, этот, Отто Бауэр, значит, писал, что Сейчас цитирую это, Сталин цитирует, А я, значит, по цитате. Признание национального характера Надо признать национальной коллегии Главным и даже единственным признаком нации. Не национальности, а нации. А национального характера от национальности. То есть вот такое грубое смешение. Сталин говорит, О какой национальной общности Может идти речь у людей Экономически разобщенных друг от друга Живущих на разных территориях И с поколения в поколение Говорящих на разных языках. То есть вот к чему призывает. Национальности. Не, ничего этого не. С национальности И реагирует нация В центре национальности. В чем у нас сомнение? Вот понимаете, вот такая ошибка, Которая многого стоит. А иногда ведь и не ошибка, А специально сделанная ошибка. Вводящая в заблуждение. Ну и Сталин, конечно, в этой работе Делает еще раз Вот акцент на эту Мысли, что национальная автономия Противоречит всему ходу Классовой борьбы. Вбивает клин В пролетарское движение Мировое пролетарское движение Совершенно верно. Вот сейчас мы Тут, так сказать, да Ну правда вроде как В пролетарское движение Или в какое-то другое Отдохнем Вообще-то положено После часа, да Да, конечно В случае поражения Станет вопрос О развале России Как государства Ну поражение будет развалом По сути Какие признаки Вот из того, что поражение Станет развалом страны Я честно говоря Признаки Признаки мы увидим Когда развалятся Вот Тогда будет явно Налицо А то, что Это цель Международного Нашего этого Капитализма Это Они ведь не скрывают Это давно вынашивались Эти планы Карты уже существуют Карты Там маргинальные Украинские Да нет Не украинские Европейские Политики Чертят карту Где там уже Соответствующий Там Сибирь Там разделена На ряд Нет Официальное заявление Какое-то Как сказать Нота Вот мы вас разделим Вот пожалуйста Официально Мы вам предлагаем Карту Подписывайте И закончим Дело миром Да Так вот Конечно Никто этого делать Не будет Естественно Они не скрывают Что цель Конечно Разбить И превратить Вот такие Маленькие Такие Государства Подчиненные Вне всякого Сомнения Кому НАТО Европе Соединенным Штатам Через НАТО И Европу Потому что Все-таки Правит Табал Соединенные Штаты Как мы С вами Выясняем Тут они На Соединенных Штатах Даже вот Китай То побаивается Хотя Вроде уж А вам Мне кажется Что если бы Это было целью То это было бы Осуществлено В 91 Газ Как будто бы Там ничего Не препятствовало Вы знаете Что Вот Конечно В 91 Году Дело в том Что В 91 Году Что было Осуществлено Мы экономически Так Были разрушены Вот в эти В лихие 90 Да Не просто В 91 Что конечно Нас можно было Брать Что называется Голыми руками У нас ничего Не было уже И экономики Не было И вооружения Не было И прочее Вот А почему Нельзя А знаете Очень просто Предполагали Но они прекрасно Разрушаются Мы им не будем Они сами Зачем Этому Влезем А потом Нас будут Обвинять Что это мы Тут А Захватили Да Да они сами Вот разрушатся Распадутся Всячески Вот эта Идеология Автономизации Уже Внутри России Разделения Она Внедрялась В сознание Этих Руководителей Этих Автономий С ними Работали Отдельно Там были сняты Даже целый ряд Этих Губернаторов На местах Которые Начинали уже Вибрировать В этом Отношении И действительно Может Им уже Обещали Что он будет Не губернатором А так же А так же Советский Союз Когда Не Первый Секретарь ЦК Украины А Глава Суверенного Украинского Государства Да Ну и так же Грузии Молдавии И прочее Да Ну вот Так же Губернатором Обещали Да Вот У тебя будет Государство Которое По территории Там уже Знаете У нас в Сибири Такие области Которые Можно сопоставить По размерам С территории Германии Франции Да Легко Пожалуйста Правда Народу Немножко Меньше Проживает Но Ничего Дело Нужно Мигранты Приехали Какие-нибудь Да И Управители То есть Им это Предлагалось И потом Вот много Было там Посажен Которые А много И большие Деньги Сделали И сами Сбежали В конце Косов Из страны Многие Такие Науриши А многие Остались До сих пор И с ними Разбираться Надо Но надо Разобраться Сначала С внешними Врагами А потом С внутренними Разберемся Вот я Молодежи Говорил Этим Нашим Комсомольцам Надо Разобраться С внешним Врагом Потому что Это нас Общий враг Это нас Объединяет А вот Потом Уже Будем Разбираться И Нельзя Сразу Понимаете Вести борьбу На два фронта Это и не получится Никак Вот мы Не можем Победить Не консолидируясь В масштабах Нации 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 Государства Не сможем Такое государство Которое Разваливается Там У Ленина У Ленина Получилось У Ленина Получилось Ну нет У Ленина Что получилось У Ленина Значит Ну Ленин Действительно Такой лозунг В Первую Мировую Войну Выдвинул Превратим Войну Империалистическую Войну Гражданскую И получилось Да Но получилось За счет Чего Получилось За счет Того У нас Ведь нет Таких Уже Сил Внутри И Прямо Скажем Наше Рабочее Коммунистическое Движение Нельзя Сопоставить С движением Тогда Пролетариата Революционного В России Нечислено Ни Организационно Понимаете Ни Возможности Противостоять Так сказать Вооруженной Силе Скажем Понимаете Как помнить Такая Была Песенка Замечательная Революционная Все на чем Держатся Троны Дело Рабочей Руки Сами Набьем Мы патроны Кружим Привинтим Штыки Когда Патроны Штыки Можно Вот Как Мао Цзэдун Говорил Винтовка Рождает Власть Но сейчас У нас Власть Рождает Не винтовка Гораздо Более мощные Баллистические Ракеты Вот На чем Жизнится Наш Суверенитет А тут Уже Сами Мы не можем Автономно Собирать И не устраивать Гражданскую Внутри Это гибельно Конечно Для России Вот в этих Условиях Ведения Нам это Сейчас Никак Нельзя Не получится Это Совершенно Ясно Как говорил Старик Канк Каприори До опыта Ясно Что это Придет Только К разрушению Это на руку Нашему Внешнему Противнику Мощному Он Этого Только И ждет Собственно Грэй Вносит Соответствующее Настроение Ну Вот Давайте Тогда Продолжим Вот Когда Вот В указанной Работе Сталин Как раз Пишет О том Что Постоянно Марксизм Национальный Вопрос Постоянно Производится Попытка Со стороны Бружжуазных Классов И тут И там И в России И в других Государствах Подменить Классовые Интересы Интересами Нации И тут Он уже Говорит Нации Не национальности А нации Да И вот Тут Опять Вспоминает Он Про национально Освободительное О чем мы говорим Патриотическое Движение Да Нация В опасности Не национальность В опасности Национальность Вообще Смешно Говорит Национальность В опасности Какая Национальность Люди Одной и той же Национальности В разных Живут Государствах Отделенные Друг от друга И даже Братья Близнецы В разных Государствах Какой Национальность И сестры Называлась Правящая Правящая Нацистская Партия Германии Полное Ее название Сейчас назову И вы наверное Удивитесь Национал Социалистическая Немецкая Рабочая Партия Национальность Национал Социалистическая Немецкая Рабочая Партия Находилась У власти С 1933 Года Витлер Во главе По 1945 Соответственно Понимаете А смотрите Как это Да Вот Отбросьте Националы Социалистическая Немецкая Рабочая Партия А чем Отличается От коммунистической Рабочей Партии Скажем Да Ну так Социалистическая Коммунистическая Да Ну вроде Социализм Первый этап Ну это Была явная Фикция Понимаете И вот Национал То есть Тут Вот Термин Национал Идет От Понятия Нация 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 Оскорбленная Нация Вот Вы знаете Эрих Мария Ремарк Написал Массу Замечательных Произведений Где Вот Показал Как Там Немцы Все это Переживали Разгром Свой Выплатили Колоссальные Деньги Контрибуции И территории Потеряли В результате В общем Поражения В Первой Мировой Войне Да Вот И вот Три Три Товарища Его Знаменитая Работа И как Шла Война Там Тоже На западном Фуронте Бесперемен Замечательно Я тут Недавно Перечитывал На западном Фуронте Бесперемен Вот понимаете Читающий Если отвлечься От Скажем Вот Какой-то Такой Прорисовывающейся Фабулы Такой Обще Исторической То Не поймешь Даже Вот это О чем Речь идет Это Кто там Воюет Это Немцы Воюют Да Вроде Они Там С русскими Тоже воюет Это Это Первая мировая Или вторая мировая Понимаете Вот Настолько Все похоже Изнутри Вот так Он показывает Потому что Он сам Принимал Участие В войне И изнутри Он очень хорошо Показывает Психологию Вот Вот эти Простые люди Они не хотят Воевать Вообще И убивать И вы знаете Первую мировую Там Братания На фронте Вот мой дед Там Родной Мой дед Братался Там Кстати Вот вокруг Моей семьи Там Такие Зарисовочки По национальному Вопросу Великолепные Просто Такие Очень яркие Ну Начать с того Что Вот я вам Приведу Пример Мой дед Родной Мой дед Петр Алексеевич Огородников Я Огородников Владимир Петрович Но это Он Не отец Мой И дед И отец Ну именно Петр Алексеевич Огородников Да У него Был брат Близнец Ну Знаете Что это Такое Да Георгий Алексеевич Огородников Родились Они В один Дель В один Год Разделили Одну Судьбу Они Оба пошли На первую Империалистическую Как тогда Даже в народе Называли Войну Ну да Оба Стали Офицерами За храбрость Начали Там Были Унтер Офицерами Стали Офицерами Поизведены Офицеры Получили Но характером Они были Димитрально Противоположные Одной Национальности Одного Вероисповедания Да Че там Но характер Димитрально Противоположные Говорят Посеешь Характер Пожнешь Судьбу Да Так вот Характер Мой Дед Был Человеком Очень Добродушным Слуга Царё Атель Солдатов Солдаты Его Любили А Его Родной Брат Мой Двоюродный Дед Георгий Он Как что Так Физиономию Солдату Как что Так Физиономию И вот Зарисовочка Такая Через Семью Вот На Эти Все Проблемы Революция Национальная Особенная Классовая Особенная Да Как проявилась Март 1917 Года Мне это Описывала Бабушка Она уже Тогда Была Замужем За Моим Дедушкой Но Моя мама Еще не родилась Было У них Двое Детей Которые Потом Погибли Еще В молодежеском Отрасте В этот Момент Ну вот Так вот Март 1917 Года Оба брата Мой будущий Дед И Его Родной Брат Георгий Сидят Пьют чай На веранде Собственного Дома В Санкт-Петербурге Пардон В Петрограде Революционный Уже 1917 Год На Охте Деревянный Дом Во время Войны Второй Мировой Он Сгорел Вот Ну Остались Фотографии Ну Неплохой Был дом Там Много лет Прожили Там Прочее Вот Сидят Там Веранда Там Такая Довольно Застекленная Видно Были По какому-то Поводу Почему-то Оба С фронта Ушли Да По какому-то Поводу Они Были В золотых Погонах Офицерских И с полошами То есть в парадной форме Оба одеты Бабушка Мне не рассказала Почему Она все это Видела И вот Идут По улице По Охте Эти Революционные Солдаты С красными бантами Это еще Первая Фу Первая Это еще Февральская Буржуазная Революция До октября Там надо дожить Март Весна Вот И они Увидели Этих Офицеров Распивающих Чай Ворвались В дом Ах Золотопогонники Хватит Значит Избили Сорвали Погоны Но Полоши Ясное дело Отобрали Там целая рота Была С ними Воевать Тоже фронтовики Бывшие Скрутили Проволокой И повели Так вот Им Навстречу Попался Попалась Рота Моего Деда Которого Очень любили Солдаты Его рота С которыми Они воевали Только что Они с фронта Снялись И они говорят Ребята Эти Которые ведут Да вы что Нашего Дорогого Командир Ну-ка давай Освобождай Куда вы идете Ну освободили И этого Они же как Две капли воды Были Ну вот Освободили И этого И этот Сразу Георгий Исчез Из Петрограда Вот А его Моего Деда Будущего Избрали Тогда Уже После февральской Бружевской революции Демократия Пошла Командиром Избирали Солдаты Ох Назначали Сверху А избирали Да Но он согласился И плавно Так стал Командиром Красной армии Вот А Георгий Уже Октябрь Ноябрь Октябрь 17-го года Уже Вооруженное Восстание В Петрограде Произошло Уже В Смольном Ленин Сотоварищами Да Находится Но Гражданская война Вы знаете Началась Тут же Ну стали Начали Еще не гражданская Захватывает Петроград Юдениц Шел на Петроград Взять Ночью Какого дня Ну опять Бабушка Свидетель Была Этого Делая Она мне Все рассказывала Вот Хорошо Прямо С первых уст От бабушки Все это Я Естественно Очень-то Запоминающаяся Картина Которую Она Нарисовала Приходит Ночью В солдатской Шинели Это Георгий Неизвестно Откуда И говорит Брату Своему Едва Обняв Мать и Отца Были Еще тогда Мы Про бабушку И про дедушку Соответственно Да Он говорит Петька Давай Иди Со мной Завтра Мы Возьмем Петроград Так что У тебя Выбора Нет Либо Ты идешь Со мной Либо Завтра Мы Возьмем Петроград Тебя будут На первом Столбе Вешать Я Палец А палец Не ударю Чтобы Тебя Как-то Освободить Их Мать А Мать Была Главой Вообще Семья Отец Был Какой-то Такой Мягкий Вот А мать Моя Прабабушка Была Видимо Очень Такой Тверда Она Сняла Со стены Образ Который У меня До сих пор Большой Образ Такой Христа Поставила Этих Двух Братьев Перед Образ На колени Они Были Очень Религиозные Учили У меня Мама Была Очень Мерующий Человек Я Ощипенец Ушел Из этого Стал Атеистом На основе Философии Материалистической Вот И Она Им Сказала Вот Поклянитесь Перед Иконой Что вы Что бы Не произошло Друг На друга Руки Не поднимите Они Повинулись Маме Перекрестились Поклялись И Этот Юрий Ушел В ночь Так Исчез На долгие Годы И В конце Гражданской Войны Там 21 Год Что ли Был Вот Каким-то Образом Соказией Что называется Получила Их Еще Мать Была Жива Отец Уже Умер То есть Моя Прабабка Была Жива Будущее Получили Весточку От этого Георгия Из Под Белой Церковью Мне бабушка Пересказывала Эту Весточку Тут же Порвали Понимаете Откуда Белогвардейский Офицер Пишет Да Вот Что Мама Обращается К матери Он не знал Что отец Умер Но Брат его Вообще Не волнует Вообще Никто А вот Мама Все-таки Маму Они уважали Почему Она Так Заставила Тогда Последняя Сцена Когда Они вместе Были Вот Мама Наше дело Проиграно Вот Мы отступаем Из Под Белой Церкви Пишу Все Разгром Был Полный Уже Окончательный А Мое Дело Совсем Плохо Лихорадит Боюсь Что Тиф Прощай Прости Твой Юрий Но Не победоносец Вот И вот На этом Все Конечно Получили Тут же Порвали Потому что Это же Понимаете А мой Дед Провел Комполка Красной Армии Получил Орден Красного Знамени Тогда Не различали Боевого Трудового Потом Когда Трудового Красного Знамени Получил Под номером 12 Порядковый Был номер Представляете Вот И ушел После войны Он Гражданский Он ушел Он там Метеорологией Стал заниматься Вот И В Тридцать Пятом Году Его Вызывают В НКВД И Спрашивает Ну Ухта Там Все еще На Ухте Ухта Как большая Деревня Была Даже Тогда В 35 В 1900 Спрашивает Ну Как Бог Спрашивал Кайна Где Брат Твой Ну Только Да Георгий А он Ответил Так же Как Кайн Богу Я Не Сторож Брату Своему Не Знаю Где Ну Как Ты Сволочь Такая Притворялся Вроде Красным Кабандиром А вот В таково-то Время Там Многое Знали Твой Пол Был Вообще Почти Наголу Разбит Сколько Людей Ты Специально Людей Повел У тебя Все Там Было Контра Такая Недобитая Ну Вот Подпиши Еще Его Заставили Подписывать Что Он Якобы Его Друг Тоже По Первой Империалистической Войны Он Уже Комдив Был Красной Армии Генерал Друг Он Немецкий Шпион Тогда Обвинение С немецким Шпионом С той Другой Стороны Опять Понимаете Национальный Вопрос Ленин Немецкий Шпион Те Кто С той Стороны Обвиняется До С пор Как Вы Знаете А тут Комдив Тоже Был Немецкий Шпион Вы Знаете Там Комдив Ох Как Много Было Уничтожено В тот Период От Врагов Народу Надо Избавляться Но Бывает Ошибки Знаете Тогда Конечно Нет Ошибки Были Вот Почему Это Все Рассказал Умеет Отношение К Национального Вопроса Вот Понимаете Брат Кровно Родственной Не Только Одной Национальности И Одного Вероисповеды Но В общем Самые близкие Единоутропные Единокровные Одновременно А друг Против друга Возникли Что тут Подогревает Подогревает Разные Классовые Интересы Как В одной Семьи Он Может И Вот Также Спрашивают Как Это Может Быть Вот Я Уже Приводил Пример Президент Украины Еврей А Какой Тут А Национализм Особенно Нацизм Связывает С Фашизм Ну Конечно Это Не одно И то Но Конечно Очень Близкие Вещи Это Значит Всегда Уничтожай Евреев Да А тут Он Какой же Может быть Может быть Вот Точно так же Представители Одной и той же Семьи Родные Братья А разделены По классовому Монятно Точно так же Могут Объединиться По Национальному От Национальности От Нации Да Люди Представители Разной Национальности У них Интерес Одинаковые Классы Отчем Это Их Изближает Объективно И субъективно Конечно Тоже Отдают Так что Вот Тут Такие Могут Быть Очень Разные Сочетания Разные Хитросплетения И Вот Во всем Это Надо Разбираться Когда Что Происходит С нами Сейчас Конечно Мы Переживаем Очень тяжелый Период Критический Период В жизни Не только Нашей страны Но я бы сказал Человечества Кризис Капиталистической Системы Она рушится Вне всякого Сомнения И признаки Вот такие Налицо Какие Деградация Морали Вот эти все Так сказать Множество Полов Понимаете Вот эта Поп-культура Начиная С постмодерна Даже В изобразительном Искусстве Все это Признаки Деградации Человечества Если хотите За чем Чего Вот эта Старая Система Капиталистического Производства Из производства Не только Материального Но и всей жизни Она Старая Она устарела Она деградирует И за что Цепляется Вот опять Вспомним тут Империализм Как высшая Стадия капитализма Как выходят Из этого Противоречия Всегда выходили Через войну Через войну Конечно Потому что Война Она Активирует Экономику Да И той И другой Страны Как вы понимаете Вот это Производство Военно-промышленный Комплекс Он начинает Развиваться Деньги Какие-то Там Вливаются Кручатся Там В этом деле Понимаете И как-то Можно Временно Реанимировать Но вот Чем все это Кончится Тут Как говорится Трудно Предсказать Но то Что вот Всегда Пытается Вот в этом Деле Национальную Карту От Национальности Так сказать Разыграть И всегда Успешно На протяжении Уже Можно сказать Нескольких Веков Да Разыгрывается Разыгрывается И до сих пор Понимаете Все это бросается Почему Мы живем Мало Вот я же говорю Есть 79 лет И я уже Так сказать Вот читая Историю Философии Нового Я смотрю Батюшки Я всех Ведущих Философов Ученых Мирового Именем Всех уже Пережил За редким Исключением За редким Исключением Но в среднем Там живем Мы не 79 лет Нам статистика Говорит 73 года Мужчина Ну вы знаете Как Марк Фен Говорил о статистике Есть Три степени Лжи Просто ложь Наглая ложь А высшая степень Это статистика Это всегда так Пугило Если будет Государство Никуда не денется Вот Поэтому конечно Несение 73 гораздо меньше Живут мужчины У нас Тем более Признается Что у нас Так сказать Рождаемость Падает Смертность Достаточно Высокая И нам не хватает Уже рабочих Рук просто Не говоря уже Так сказать Вот Значит Как Нам Можно выйти Ну вот Я говорю Тут Пока У меня Вот Убеждения Не просто Там Я Подыгрываю Нашему Правительству Или там Меня обвинение В том Что Да вы На стороне Наших Олигархов Да не боже мой Олигархи Мои Классовые Враги Что Но пока Мы с ними Вот Связаны Детца Некуда Мы связаны В этой Нации Которая Борется Нация Борется Не национальность А нация Борется И мы Пока Не победим И нам Нужна Одна Победа Одна На всех Вот И за ценой Мы уже Не постояли И не постоим А потом Надо разбираться Конечно С классовым Моментом Потому что Мы от этого Не уйдем То есть Даже Очень захотим Но не получится Как показывает Вся история Развития Классового Общества Кстати Она очень Небольшая Эта история Развития Классового Общества История Развития Даже Национальности Не говоря уже О нации Нация чего Продукт Вот Сталин Пишет Продукт Буржуазной Эпохи То есть Нация Экономическая Прежде всего Единство Не только Экономическое Но прежде всего Экономическое Вот Я цитировал Сталина Да Единство Людей А экономически Ломает Перегородки Между Национальностями Нация Когда сплачивается В единое Буржуазное Государство Как буржуазное Государство Феодальное Государство Вы знаете Оно во многом Бывает Мононациональным Феодальное Государство Национальность Играет Большую роль Да В феодальном А в буржуазном Уже Эти перегородки Междунациональностей Снимаются Потому что Это требует Экономика Этого Единства Новое Индустриальное Общество Требует Индустриальное Общество Огромное количество Людей И там Не надо Разбираться Мы тебя Поставим Потому что Ты Титульный Национальности Пардон А ты Нет А ты Кто У нас Еврей Нет Мы Тебе Не допустим А ты Украинец Ну Нет В сторону Отходи Малород Ну Царская Россия Естественно Тоже Вот это Пыталась Играть На этом Национальном Проблеме Различие Да И тоже Хорошо Играло И Кстати Вот Вы знаете В революции 1905 года Там Появились Эти Все Бригады Или как там Армия Михаила Архангела Очень Такая Ну Почти Фашистская Нацистская Партия Евреев Министерства Еврейские Погромы Вот у наших Классиков Отписаны Еврейские Погромы В Одессе Да И что там Были даже В Питере Такие Попытки Да Еврейские Погромы То есть Опять Вот этот Принцип Понимаете Вот Которые В такой Нехороший Девиз Да Которые Произносить Вроде Неприлично Бей жидов Спасай Россию Да Кто Вот они Виноваты Ну И до сих пор Многие считают Даже серьезные люди Да А вот у нас По известному Надежда До чего До чего Дошло Вооружение Фальсифицированное Поступало Вот на фронт Сейчас там Стали разбираться Понимаете Что это такое Да Вот Почему Потому что Воруют Да Да Это что Там Еврей что ли Нет Или Украинцы Или кто Нет Конечно И русские Тоже Попадут В такую Нишу Да Либо Ты воруй Либо Тебя выкинут Из этой системы Вот Известно В торговле Там Никуда не денешься Да у нас Куда не возьми В строительстве тоже Дорогу строят Обязательно С километра Миллион украдут Вот А иначе Наш служит Господа Товарищи Да Так это Вот это Производство Воровали При социализме Воровали Конечно Но не в таких Масштабах Не в таких Масштабах Я при социализме Большую часть Жизни прожил Да Были Очень большие Недостатки Но Не такие Провалы Жуткие Не такие Расхищения Просто Знаете Одно дело Когда украдешь Там Сто рублей Вот А другое дело Когда эшелонами Вывозится За границу Что-то Или наоборот Ввозится наркота Эшелонами И таможня Дает добро Как так Как так Откуда это у нас Эшелонами Вводятся Что такое Ну Понимаете А это вот Капиталистический Главная выгода Понимаете И не бояться Ничего Потому что Если такая Прибыль Колоссальная Ну Во-первых Откупимся Да Все куплю Сказала Злата Все возьму Сказал Булат Это Михаил Юрьевич Лермонтов Но Булат Тоже покупается Понимаете На то же самое Злата Злата Идет впереди В капиталистическом Системе Производство Главное Прибыль И никаких там Национальных Особенностей Не учитывают Так же Как в банде Как-то шли на дело Я и Рабинович А? Знаменитая песенка Да Что там Национальная Рабинович Там шестеркой Что ли Работал Не обязательно Мне тут Как-то Во время Одного Выступления За какую-то Мою фразу Сказали Это вы Кажется Националист Я говорю Ну не могу я быть Националистом Мне что Разорваться Что ли Как же У меня столько Национальности Каким образом И даже Две расы Понимаете Две расы И три национальности А? И все это Я носитель Так что Я никак Националистом Не могу быть Поэтому я Наверное Вот лекции Читаю По поводу Национального Вопроса С позиций Вот Диалектико-потилистических Марксистских Да Позиции Как и Сталина Потому что Это вот Как раз Признак того Что человек В общем Исповедует Взгляды Интернационала Да Вот И классовое отделение Для этого Человека Конечно Выше Вделение Национально Особенного Безусловно Хотя Снимать Вообще Это конечно Вот Опять же Всякие Метафизические Абсолютизации Для добра Не удовольствует Как Абсолютизировать Роль личности Или наоборот Принижать роль личности Все там Коллективно Решаем вопрос Да И коллективная Ответственность Точно так же И национальный вопрос Да Абсолютизировать роль Национальности Да В политике Или наоборот Принижать Сводить на нет Нет Нельзя Нельзя Большую До сих пор Так же как религия Так Играет роль Конечно Играет Почему у нас Вот строительство Церквей идет Смотрите Какое У нас церквей Стало больше Не по очень официальной Но Достаточно известной Статистики Больше чем школ В России Стало церквей Вы посмотрите У нас в Питере Что делается Шаговые доступности Церквушки Тут 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 там Тут тут Та там Чисто коммерческая Вы думаете Это история коммерческая Нет Вы знаете Вы Государство выделяет Через какие-то фонды Деньги Да А зачем Государство выделяет Вы думаете Что это окупается Конечно А Конечно Не окупается Нет Так что Тут прибыли Та нет Коммерческая Чисто Нет Ну что Ну там Служитель Сковный Чтобы хорошо Жить Знаете Надо иметь Хороший Сам Да Уровень Хороший А вот это Дело Вложение государства Правильно вы сказали Все на государственный счет Это делается Это значит Есть интересы Государства И вовсе Не какие-то Национальные Интересы От нации И национальности Через церковь Управление Управление Людьми Конечно Планирование Выборов Конечно Вот Да что угодно То есть Вся политика Вокруг этого Вертелась Вертится И я тут Процитирую Тоже Выдающегося Нашего Революционера Демократа Так он Один из первых Наших Революционеров Это Радищев Знаете такого Вот Так он еще До знаменитого Путешествия Из Петербурга В Москву За что его Екатерина вообще Сослала В Сибирь А он еще до этого Воде Вольность Писал Кстати они все писали Тогда Вот все поэты И не очень поэты Воды Вольность Почему-то По названию Пушкин тоже Вот Или Романтов Да Есть Ну так вот Радищев Написал До Пушкина Задолго Да Он написал Такие строки Большая Вода Вольность Но такие строки Я вспомнил Кстати Значит Власть царская Тело закрепляет Духовно Церковно Церковно Душу усмиряет Совместно Общество Гнетут А Каково Это Было написано 250 лет Бунтовщик Проникнут Как говорил Карл Маркс Оружие Силы Можно победить Только силой Оружия Но и идея Становится Материальной силой Как только Она владевает Массами Но не всякая Идея Может Обладеть Массами А только Та идея Которая Соответствует Объективному Положению Этих Масс Которые Ими Может быть Не осознается Но чувствуется В частности В чем дело Вот почему Полуграмотный Российский Пролетариат Пошел В марксистские Кружки Которые Ленин Начал Движение Почему Искали Выход Ну Где выход Из создавшегося Положения Ну Вот Эта Революционная Ситуация По тому же Ленину Сложилась Низу Уже Не могли И не хотели Жить По старому А верхи Не могли Хотели Но не могли Жить Вот Так надо Еще чтобы Субъективные Факторы Это объективные Факторы Осознание Да А почему Мы так плохо Живем Какой выход А церковь Какой выход А вот строительство Церкви Тебе плохо живется У тебя маленькая Пенсия Зарплата Ты прогневал Бога Иди вон В церковь Молись И Бог Тебе пошлет Наедине С Богом Ты скажи ему Каждый за себя Один Бог За всех Вот А знаете Вот Без Бога Да Говорили Вот Там Что такое Целый ряд Вроде Ничем не примечательных Людей Вдруг Развернули Своё дело И за Считанные Месяцы Становились Миллионерами В 90-е годы За считанные Месяцы Сначала Рублёвыми Потом Долларами Пошли Да И знаете Как вот Обращалась Наша официальная Пропаганда Прямо С телевизора Вы Хотите Все Списать На Строй Существующий Да У нас Замечательный Демократический Строй Россия Страна Возможностей До сих пор Тулоск Не свинят С плакатов Возможностей Если у тебя Есть талант Если ты Бездарь Ленивый Алкоголик Да кто Виноват В том Что ты Ничего не добился Вон твой Приятель Там Школьный Да Он уже На Мерседесе Последней модели Ездит А ты Ты Выходишь С красным знамением И говорит Банду Ельцина Под суд Вот такая Да Можно было Выходить С такими Лозунгами А ты сам Виноват А не банда Ельцина Банда Ельцина Она не банда А очень даже Предприимчивающая Группа людей Которые Хорошо двигают Торговлю А торговля Двигатель Прогресса Вот А ты Ничего не умеешь Поэтому Знаете Как вот Революционеры Тоже говорят Да они Завидуют Богачам Это революция Результат Зависти Слобный Вот они Сами не могли Ничего Вот И вот Зазричные Крестьяне Там А почему Они стали Зазричные Выбивались Из крепостных Постепенно Работали Своими руками Хозяйство Потом Раз их Раскулачили Вот эти Завистники Да Которые Ничего не делали Алкоголики Бедняки Понимаете Вот так Делится на Кого Уже не классовое деление А интеллектуальное деление Дураки Которые Могут только завидовать Ничего не могут делать Понимаете Ну А иногда Ведь Целую Национальность Причисляет Либо к очень умным Ну вы знаете Кто Изворотливые Хитрые Черт возьми Там где он прошел Там уже Где еврей прошел Там Трем армянам Делать нечего Ну вот А про русских И говорит Вот это все Тоже Подчеркивание Да И вот разделяя Власту опять Система Все время прорывается Везде Во все И причем Это Не стихийно прорывается Это инспирируется Это Поддерживается Средствами Массовой дезинформации Населения Когда я это сказал 25 лет тому назад Выступая по телевидению Это было последним Моим выступлением По телевидению Они этого не принесли Средством массовой дезинформации Назвал На этом да А то меня и тут закроют Все Спасибо 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 Спасибо